Дамы и господа, фридайверы и фридайверши. Макс Гурьянов, инструктор по фридайвингу. Как вы знаете, люблю я всевозможные гаджеты и электронику для фридайвинга. И сегодня у меня на распаковке очередной подводный гаджет. Сперва немножечко расскажу, что такое скутеры во фридайвинге, для чего они на самом деле нужны. Вот уже как, наверное, лет 7, а то и 10, пользовался я скутером Акваробот Мэйджик Мэн. Вообще, на самом деле, нужно понимать, что фридайвинг – это не только трос. Да-да-да-да-да. От троса многие фридайверы устают, что-то хочется нового, интересного. И как раз-таки вот подводный скутер, он дает вам возможность попутешествовать под водой и при этом не прикладывать абсолютно никаких усилий. То есть, это такая статика. Что-то тебя куда-то тащит. Ты путешествуешь в таком трехмерном пространстве. Ну, главное – продуваться успевать. И на самом деле, хороший подводный скутер – это огромный помощник инструктору. Как я использовал предыдущий свой скутер, Акваробот Мэйджик Мэн, я возил на нем буй. То есть, когда нужно отплыть далеко от берега, как на моторной лодке. Цепляешь буй, берешь в руки и поехали. Особенно после нырялки, когда ты уставший, ты смотал этот трос, поднял этот донный груз. И вместо того, чтобы грести на ластах берегу, берешь по газам и поехал. Более того, предыдущего скутера у меня хватало на то, чтобы не то, чтобы тащить буй с грузом, с донным. За него еще цеплялись мои ученики и ехали удачно на берег. Ну и просто покататься под водой, кайфануть именно от того, что нет никакой цели, нет задачи. Просто повертеться, покружиться там. Абсолютно не прилагая никаких усилий. Годы шли. И я считаю, что мой скутер отслужил мне верой и правдой. Старичок, он уже, конечно, 7 лет, тем более 10. Для нынешней техники это вообще огромный, я считаю, срок. И вот, до Вича, третьего дня, как магазин глазами дрона прислал мне новый скутер. Называется он Манта Си скутер. Сейчас буду его распаковывать. Коробочка такая огромная. Сейчас я, вот, как получил, еще даже не притрагивался. Вот, сейчас буду распаковывать. И на днях, да, наверное, уже завтра, сперва тест в бассейне. Потом, если в бассейне все в порядке, перейдем на открытую воду. В общем, сейчас будем открывать вот эту коробку. Смотреть, что там такое. Так, ну что, погнали. Коробочка внушительная. Сейчас мы ее... Хочется же, как всегда, красиво сделать. Да? Так. Что тут у нас написано? Манта. Hyper GoPro. Так, интересно, какого же он цвета у нас? Здесь белый. Тут написано. Зеленый. В общем, из спецификаций. Время работы 35 минут. Время работы 35 минут у него. Так. Скорость максимальная 1,5 метров в секунду. Максимальная глубина 30 метров. Ну, то есть, исключительно для рекреационных таких вещей. Так. Время зарядки 2-3 часа. Environment. Вот это самое интересное. Написано от 10 до 40 градусов. То есть, получается, что в воде, достаточно в холодной, в 10 градусов, его можно использовать. Значит, можно с ним на открытую воду прямо сейчас ехать. Сейчас у нас, кстати говоря, осень, если что. Хорошо. Ну, бассейн само собой, ладно. Чего там внутри? Как в тебя залезть? Ага. Так. Угу. Целая книга. Обалдеть. Что можно делать, что нельзя? Ну, по всей видимости, на разных языках. Ну, такая вот книжечка. Откладываем. Инструкция. Ну, это просто. На русском языке. Руководство скутера. Ого! Вот это сюрприз, дамы и господа. Это гермомешок для переноски скутера. Вот это, представляете, гермомешок целый еще есть. Это ж круто. Давайте взглянем. Ремешочек. Давай, доставайся. И что он прямо сюда умещается? Си-скутер. Вот такой вот. И сюда предполагается, что его можно положить. Давайте пока все это аккуратненько уберем. Ну, я желаю, чтобы он был белый или оранжевый. Давай, давай, давай. Оу! Ха-ха-ха! Е-е-е! Красавчик! Ну, вот он. Киберпанк в чистом виде. Ну, вот это устройство. Ну, вот. Так вот он выглядит. Ну, не сильно большой, на самом деле. Моторы, я так предполагаю, запускаются отдельно друг от друга. Крепление для Глопро есть у нас. Ох уж, этот запах новой техники. Моторчики такие аккуратные. Хорошо. Вот, собственно, сам скутер. Вот такая вот конструкция. Так, это что у нас? Это... Это предположу, что сам аккумулятор. Да. Так оно и есть. Это у нас зарядное устройство. Вот такое. Ого! А вот это моё почтение. Это штука, которой мы цепляемся к скутеру. Чтобы, если что, его не потерять. Ну, вот такие дела. Очень-очень продумано. Очень даже. Глубочайшие мои поздравления в связи с этим. Три скорости. Три скорости. На выставке, естественно, на Москва Дэвшоу я его смотрел. Интересно, отдельный движок включается? Нет. Только если Вместе нажимаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Производителем Заявляется на коробке Причем записано 30 метров С самой Маркировочки на самом скутере 40 метров Сегодня я был с ним на глубине 17 метров максимум впечатление повторюсь пока что Я даже не знаю в принципе к чему Придраться Кстати говоря А вот так и есть. Но это мелочи. Просто вы должны это понимать и держать в голове. То есть производителем заявляется положительная плавучесть скутера. Так вот, лично сегодня проверял. Положительная плавучесть поддерживается скутером ровно до 10 метров. То есть я на 10 метрах выпускал его из рук, он тихонечко начинал всплывать. Но на 15 метров, отпустив его из рук, я увидел, что он немного повисел в пространстве и начал падать. То есть начиная с 15 метров у скутера, а может быть чуть-чуть раньше, все-таки отрицательная плавучесть. И почему я рекомендую вам нереативно с ним в ластах? Потому что если по какой-то причине вы будете гонять его уже на минимальном заряде, если он в какой-то момент на глубине вам скажет привет, то придется с ним всплывать. Либо его бросать. Соответственно, в ластах, наверное, всплыть с ним будет легче. А вообще, на самом деле, у него достаточно хорошая индикация. И вы должны четко понимать, что если там осталось уже полтора из четырех, то лучше, конечно, на глубины с ним не нырять. И, естественно, всегда быть готовым все-таки к его возможному отказу и готовности всплыть с ним. В комплекте со скутером идут наручники. Но не из секс-шопа, естественно, а личные его на липучках такие. Это для того, чтобы вы его не потеряли. Но если вы ныряете в глубину, пристегиваться к нему я, в принципе, не рекомендую. Ну, разве что в бассейне, где глубина там 2-3-4 метра. Вот. И вы всплывете. Резюмируя. Для меня этот скутер – это реально рабочий инструмент. То есть при помощи скутера, я как инструктор, транспортирую буйок до места, где мы ныряем, страхую учеников. И когда вы уже отнырявшие, вы инструктор, вы подняли этот донный груз, то плыть на ластах до берега, ну, совсем лениво. А тут взялся и полетел. Ну, вообще, на самом деле, друзья, фридайвинг – это не только трос. Это как раз-таки возможность быть под водой. И подводный скутер позволяет вам именно осуществить вашу мечту. Это летать. Летать под водой. При этом вы не прикладываете никаких усилий. Помните про правила безопасности. Пользуйтесь не только тросом, а, естественно, скутерами. Вопросы в комментариях. Макс Гурьянов. Увидимся на поверхности и под водой.